С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичик. До 1 сентября 2017 года будет ликвидирована школа-сад в деревне Макарова. Такое решение сегодня на сессии приняли депутаты окружного собрания. На сегодняшний день детский сад посещают всего 4 ребенка в возрасте до 3 лет, а обучающихся в начальной школе и вовсе нет. Всего парламентарии рассмотрели 18 вопросов. Вопрос о ликвидации начальной школы сада в Макарова прошел не одно обсуждение, в том числе и с жителями деревни. С сокращением числа детей, посещающих образовательное учреждение, его содержание стало нецелесообразным. По состоянию на 1 декабря 2016 года дошкольную группу посещают 4 воспитанника. Обучающиеся 1-4 классов отсутствуют. Все воспитанники 2014-2015 годов рождения, то есть в возрасте до 3 лет. На сегодняшний день в учреждении фактически работают 10 человек. Работники образовательной организации в большинстве своем являются получателями страхового пенсии по старости или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время. При сокращении сотрудникам будут предоставлены все гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством в сфере труда. В рамках окружного закона родители воспитанников детского сада будут получать ежемесячную компенсационную социальную выплату. Необходимые средства предусмотрены в бюджете региона на 2017 год. В целом казна региона будет дефицитной, поэтому меры социальной поддержки приобретут еще более яркий адресный характер, а некоторые социальные выплаты будут приостановлены. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации абонентской паты за пользование квартирным телефоном как дублирующую норму. Также предлагается перестановить норму, устанавливающую право на получение субсидий на приобретение строительства живой площади и субсидий на приобретение транспорта. При этом в рамках высвободившихся средств предлагается увеличить размер вознаграждения за труд приемных родителей с 3866 рублей до 4777 рублей, что с учетом районного коэффициента и процентной набавки за работу в районах Крайнего Севера составит 12 400 рублей. Еще один законопроект, принятый сегодня в первом чтении, касается северян, работающих и проживающих на селе. Они будут получать фиксированную денежную выплату по оплате жилого помещения вместо предоставляемых в настоящее время за счет средств окружного бюджета дополнительных мер социальной поддержки по возмещению расходов по плате за пользование жилым помещением. Еще один законопроект, вынесенный на рассмотрение сессии, был разработан по обращениям группы граждан. Он касался доплат к страховой части пенсии, к пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ненецком округе. Законопроектом предлагается установить, что по решению соответствующей комиссии указанный стаж могут быть зачтены не только периоды замещения отдельных должностей в организациях, расположенных в округе, но и периоды замещения отдельных должностей в учреждениях и организациях, расположенных в Архангельской области, но только при условии, что факт замещения таких должностей имел место до 12 декабря 1993 года. Поддержку депутатского корпуса предлагаемый законопроект не нашел. Большинство парламентариев от принятия решения воздержались. С таким же процентом завершилось и голосование по законопроекту, которым предлагалось участникам боевых действий и вооруженных конфликтов выплачивать из бюджета округа часть процентов по жилищному кредиту, взятому под 5% годовых.